Спасибо, я всегда знал, что Шухварский, это наверное, от Дедушки Кузьмы пошло, да? Музыканты и певцы, это от Дедушки Кузьмы? Да, от Дедушки Якова. От Дедушки Якова. Слава Богу, слава Богу. Хочется, чтобы всегда вот так вот помнили, помнили, что мы в жизни своей должны быть восхвалять всегда Господа. Я хочу, как вот, ответственно немножко на кухню сказать, что есть еще на столах пища, кто подошел, можете свободно подгонить к столу и сама обслуживание, конечно, но голодный меня санит. Слава Богу, слава Богу. Вот уже, например, я уже не всех знаю. Не всех знаю. Вот к моему стыду. Поэтому вот хотел бы, пользуясь моментом, хотел бы вспомнить еще, я как-то напоминал уже вам, да, в Иване написано, что есть такая жертва общительности. И вот хотелось бы, чтобы вот наша такая большая семья, такое большое родство, что мы почаще собирались, понимаете, перезнакомились. Я не думаю, что может быть вот так ограничимся только этим залом. Есть летнее время, когда мы можем собраться где-то в парке, вдоволь на анекция футбола, попеть, перезнакомиться. Поэтому давайте будем ревновать об этом. Я не знаю, потому что теряем, теряем. Если мы, наши родители уйдут, вы знаете, мы тоже уже переступили вот за половину. Вот. Где гарантия, что... И я боюсь, что дальше вот поколение, наше поколение, оно потеряет общение, оно не будет знать друг друга. Поэтому это страшно. Давайте, как бы, если у кого-то есть какое-то конкретное предложение, да, можем даже организовать какой-то такой комитет, который бы занимался хотя бы раз в три месяца собраться, чтобы иметь такие общения. Хотя бы раз в год. Не, это мало. Вот. Потому что мы другой раз пользуем только, ну, там, именины, там, ну, такой даты, как сегодня. Вот. Это хорошо. Да, двойной праздник. Поэтому давайте я на размышления дал. Вот. Как-то... Если у кого-то есть предложение, пожалуйста, Серёжа, скажите, как это можно лучше сделать, чтобы познакомиться. Всё, Серёжа, я даю тебе микрофон. Я думаю, что самое проще будет это начать со старших до самых меньших по родству, по родам. И ответвление от родов. И кто принадлежит близкие, родственники, то же самое, же они отходят, тоже зацепляются тоже они в это самое, в это русло. Поэтому здесь нет проблем. Кто-то старший должен сказать своих детей, они будут ставать все и внуки, и правнуки, чтобы стали. А поскольку в нашей семье у нас есть старшая сестра, вот она начнёт и назовёт своих детей, внуков и правнуков. Я тоже скажу, как дядя Петя говорил, я первый раз в эту трубку говорю. У нас с мужем есть шесть детей, двадцать три внука, четыре дочери и два внука. И, к сожалению, не все могли сегодня здесь быть, связаны с работой. И я бы хотела, чтобы они встали. Встаньте на своих местах. Чтобы все видели. Встаньте. Спасибо. Я так увлёкся, что это за мной, думаю, а что это моя очередь, а какая-то моя очередь. Короче, ну мы не так богаты, как у нас даже старшая сестра. Вот, мы немножко победнее. Старший наш сын. Единственное, правда, жалко, ну, пока один. Двое дочерей прекрасных. Прошу встать. Вика. Ваня, Дыка, Олег, Олег, Ваня, Оля, Серёжа, Люда. Старшая дочь, Вика, ну я начинаю так. Алёжа, Вита, Серёжа, Люда, Ваня, Оля. Внуки все. Стали внуки. Яня, ты что, не хочешь сказать? Янечка, я тебя не вижу. А, ты не мой внук, ну ладно. Ну ладно, он это самое, он застеснялся, он сыграет нам. Хорошо, вот такое. Дальше. А, у нас есть внуков. На внуке мы богаче чуть-чуть. Но есть, по-моему, побогаче нас намного. И слава богу. Да. Я хотел, чтобы сейчас пару таких. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Слушай, я один остался, я не знаю. Никого нету. Была жена, и то и не стало. Татьяна, где ты есть? Приди. Я не знаю. Мы тоже не так богаты. Пятеро деток. К сожалению, ни одних нету сегодня. Трое из них обещали прийти с семьями. Но пока задерживаются. То есть двое. А трое на работе сегодня до пяти часов. Ну, вот такая вот обстановка. А мы вот, слава богу, что я третьей семье. Вот, и так, ну, насколько хватало силы и здоровья, мы имеем семью. Таня, где ты? Таня? Нету. Ну, что ты скажешь? Вот. Старшая нас дочь Юля, Виктор, Александр, Михаил и Людмила. Вот. Ну, представить не могу сегодня. Так что будет, я, да, я думаю, я думаю, что если мы будем собираться чаще, мы перезнакомимся. Вот. Все, давай, теперь дай микрофон. Внуков всего. А внуков, что такое? О, внуков, внуков. Да, 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 внуков. Четверо. Старшей внучке. Вот, 14 лет мы по ней равняемся. Как приехали в Америку, а ей было всего полгодика. Вот. И меньше, может, скоро годик будет. Да, так что слава Богу. Я, Коля, спасибо. Так, Ведя Ваня, пожалуйста, ваша очередь. Всем добрый день. Гостям особо. Виктор Яковлевич, тебе особый привет. Спасибо, что пришел. Ну, как мне представляться, или вы знаете. Для тех, кто не знает, кого не видел года два-три, меня зовут Ван Павлович. Никакова сказал, что он третий. Он третья семья, и я третий сыновик. Вам ничего не напоминает это? Третий сын. Я думаю, что это только для того, чтобы представить свою семью. Было обещано, что будут рассказывать более про себя, но я этого не буду делать. Итак, начнем с детей. По-моему, я... Надю я не предошел, но сыновей у меня побольше и дочерей тоже. Так что, те, которые есть, я их сразу представлю. Пожалуйста, встаньте. Юлечка, Виталик, ее муж. А Олесенька, Надя и Денис были здесь, но они уехали. Так что, те, которые здесь есть, они всегда рады видеть вас. И я тоже вместе с ними рад вас видеть. Жалко, что очень мало мы собираемся. И это большая потеря. Так что, если еще слово какое дадут, еще что-то скажем, сейчас я прошу Ольгу Павловну, подходи сюда, расскажи про своих, а потом мы скажем про родителей. Спасибо большое вам. Ах, упустил, да. Внуков? А шесть внуков. Так что старшему уже семь лет. И я очень рад. И зовут его таким красивым именем Остап. Так что, хорошо, любите завтра. Спасибо. Горяже по счету пятая. С нашей семьей сегодня тоже только одна семья. Все остальные, три семьи отсутствуют. Одна семья в Чикаго, сын. Две семьи в Лос-Анджелес. И сегодня с нами присутствуют Майки и Нелли. Имеем двое внучат. Имеем четверо дочерей и одного сына. Нелли, Даша, Женя, Паша и Анна. Но сегодня только с нами Нелли, Майк. Обещала Женя быть, что-то случилось, я знаю, нет. Остальные не могут быть сегодня. Двое внучат. Внуки и внучки. Так, я, значит, если позволите, я возьму вот так вот этот провод. Я подойду. Как правильно по отчеству? Любовь Денисовна, да? Я подойду к вам. Значит, у нас Александра Павловича Шупарского нету здесь. Но зато есть его супруга. И я предоставлю коротенькое слово, чтобы она тоже рассказала о своей семье. Тем более, что у нас здесь из семьи дяди Саши есть довольно-таки много людей. Я хочу поприветствовать всех-всех наших родных, близких. Кто меня знает, с кем я не приветствовалась. Я приветствую всех-всех к Любови Иисуса Христа. Да, благословит вас всех Господь. Я хочу сказать коротко, очень коротко о нашей семье. Конечно, был бы муж, он бы все представил сам. Но я хочу сказать, что, наверное, я богаче всех. Или мой муж, не знаю как, но богаты мы очень. У нас девять детей. И самое главное, что мы сильные, потому что у нас все сыновья только. И одна дочь. И все с Господом. Слава Господу. Я хочу сказать, что наша семья как бы разделилась пополам. Четверо здесь, пятеро там. И четверо, конечно, трое только женатых. Здесь, а там один женатый сын, Тимофей. И Господь подарил нам восемь внуков. Почти все внуки здесь со мной. Вот они. Вот я хочу, чтобы все мои сыновья встали. И внучат своих возьмите на руки, чтобы вы все видели. Ну и один восьмой внук у меня там в Молдове есть. Слава Богу. В этом году, в этом году, в будущем, в смысле, в двенадцатом году, надеемся, Бог позволит нам еще обогатиться немножко. Вот. Ну и внуки будут еще. Ожидаем еще пополнения в нашей семье. Еще два сына хотят жениться. И вот они объявили нам, что в этом году, папа и мама, мы надеемся, что оставим вас. Ну, не на совсем, конечно, но они хотят свою семью создать. Мы благодарим Бога, конечно, молимся, просим, чтобы Господь их благословил. И во всех начинаниях, во всяких их желаниях, чтобы была воля Божья. И да благословит всех Господь. Ваше пребывание здесь и наше там, в Молдове. И благодарим родителей, что они нам показали пример хороший. Большая семья, все музыкальные дети. Насколько я знаю, когда приезжали с Львова, с Донецка, с Эстонии, мы всегда собирались там. Вечера и дни проводили с псалмами. Мы очень много пели. Все собирались и дружно с семьей пели. Ну, и теперь наши дети тоже, они музыканты, они все играют, поют. И там, и здесь, в Молдове. Да благословит Господь и даст вам здоровье. Еще сколько Господь назначит, чтобы вы были счастливы с детьми здесь, потому что здесь больше, а там меньше. Да радуют дети ваши, внуки вас и правнуки тоже. Благословения вам. С Богом. Тетя Люба, спасибо большое. Вы очень красиво сказали. Очень красиво. Еще я вам напомню, дети это временно, внуки до конца. Дальше, значит, дальше у нас... Напомните мне, о, тетя Лариса, да. Вы подходите сюда ко мне. Давайте теперь вы. Я также всех приветствую, всех гостей. И по счету я восьмая. Седьмая. Да, я в седьмая. Спасибо за рассказ. Тоже первый раз при аудитории растеряется. У нас четверо детей, значит, старшая Дина. Я ее хотела назвать Жанна, но из-за уважения к родителям, тату Петя мне предсказал назвать Дина. Ну и я очень послушная невестка. Потом сын Виталик. Вот он. А Женя? Представляешь, жену или нет? А, Настя вот рядом. Ну, как у есть. Женя. А, да, Дина и Женя. Вот он. Алена на работе, к сожалению, Алены нет. Ваня с детьми дома тоже, как приболели немножко. И самый младший Вова. А внуков у нас восемь. Восемь внуков. Мы очень рады. Нам очень весело с ними. Они не дают стареть и унывать. Хорошо. Еще в комнате знакомы. Да, но это только знакомство. Это еще не истории, которые мы обещали. То есть вы все, кто еще сказали, готовьтесь к историям. То есть небольшую короткую историю, все равно будет. Значит, теперь восьмая. Очень рада всех видеть. К сожалению, с моей семьей у нас только наш сын старший. И наша самая младшая дочь Юля. Всего у нас пятеро детей. Павел, Оля. Павел холостой. Добавлю. Уже пора бы ему жениться. Значит, Оля, дочь Оля и Рома. Они живут в Портленде. К сожалению, не приехали. Не могли приехать. Надя на работе. Она едет. Едет, закрывает банки и едет сюда. Сказала, что взяла мешок денег. Всем раздавайте. Надя. А, и Ирина. Ирина обещали приехать, но еще не приехали. Ирина и Денис. И у них сын Орон. И Юля. Юля здесь. Юля, где ты? Да, у нас Эмочка, внучка Эмма, которая в Портленде живет. И Орон, внук Орон, Федерал Вай живет. Ждем радостного ожидания третьего внука или внучки. Еще не знаем, кто. В Портленде ожидаем пополнения. Хорошая такая новость. Ободряющая. Ну и теперь Илья Шупарский. Илья Павлович Дарь. Или... Ну... По-моему, она Илья Муром запахнула. Можно просто Илья. Скромно. Ну, я... Так как... Так получилось, что сегодня я один представляю свое... Не... Своё семейство так, что могу признать сына Ваню. Ну, а дальше пока... Еще все впереди. Значит, у нас не выступал еще Петр и Павел и Владимир. Но Владимир уже говорил нам пожелания. Вернее, не нам, а дедушке говорил. Вот, и рассказывал историю. Так что... Ну... За Петра и Павла... Пожалуйста, пожалуй, Пап, скажи. За Петра, если кому интересно... Значит, Петро наш брат. Трое дочерей. Одна замужем. Двое еще не замужем. Одна. Малая сколько, я там? 13-14, наверное, да? Значит, 10, да? Десять. Это старше у нас кто? Таня. Таня, Наталья и... Дарина. Дарина, Дарина. Дарина, по-моему, это близко к бабушке имя. Дарина, да. Вернее, для нее это правая бабушка. Правая бабушка, да. Это Петра. Я не знаю, внуки есть у него? Еще не дед, да? Опаздывает. Окей. А Павел, вот чтобы мне не ошибиться. Милая, ты лучше знаешь. Помоги. У Павла, да, твой внуков. У него шесть детей. Было шесть. Осталось пять, да, как погиб. Погиб трагический сын Авел. Авел. Значит, у них старший сын Даник, потом Аня, потом Тавипа, Женя, вот Аня и маленький Павлик, мальчик, он, ну, ему лет восемь, наверное. Вот, да, у них две внучки, две внучки пока. Жена Алла и Павлик. Ну, Владимир, это самый старший снизу. Мы как-то балансируем с ним. Я сверху, он снизу. Вот, такой баланский, армянский баланс такой. Он улыбается. Лет, по-моему, на двадцать или на девятнадцать, по-моему. На двадцать? Да. Двадцать лет, да, по-моему, что. Да. Ну, это ничего. Сейчас уже почти подровнялись. Значит, у него жена Зина, старший Давид и Рувин. И Рувин. Очень гостлые ребята, особенно Давид. Он лучше уже, по-моему, папа такой, значит, и поэтому меньше и сколько. Вот это последний из наших братьев снизу. Так что, я не знаю, может, фотографии покажем потом, да. Там фотографии мелькают, но какие-то, ну, такие. Ладно, все, давай. Давайте, друзья, давайте что-нибудь для ободрения споем. Давайте. Только бодро. Давайте, не обращайте внимания. Список или перечень наших братьев был бы не полный. Я хочу сейчас добавить и папе, и нам, всем. Я хотел бы попросить сюда выйти Нелю и Майка. Майка, выйдите сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Выходите. Выходите, обои. Давай, 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 давай. Друзья, минуточку внимания. Я скажу то, что я думаю. Я думаю, мои родные присоединятся сюда тоже. А то, что делает Майк для дедушки и бабушки, иначе, как сын, назвать нельзя. Я внимательно наблюдаю, слежу эту историю, вижу, что он настоящий сын. И даже больше, чем я и наши братья, потому что мы в основном заняты. Сегодня я бы хотел, чтобы он стал одним из наших братьев, и мы его поздравляем сегодня. Майк. Спасибо большое, Майк. АПЛОДИСМЕНТЫ Майк. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы с тобой очень давно, по-моему, однокашеньки, поэтому скажи кто ты мне или нам всем Я тоже первый раз в микрофоне Меня зовут Григорий Филатов Владимирович, слава Богу, тату ща живе А я тут оказался, я не знаю, почему, но скажу даже, как Павел Кузьмич свенчал меня, свенчал первый раз в жизни, до сих пор я свенчен Спасибо, спасибо Так, выставь, выставь в семью Я не из колена Шупарских Моя фамилия Гафорбух, Петр Сергеевич Но я держу корешок, который идет от колена Шупарских Это будет мой, как мы принято, мы говорим по-нашему, по-сельскому Уйка и Уйна Я часто в них гостил, когда был молодым, часто мы приезжали к ним в село Знаете, в какое село не зайдешь, там были везде Шупарские И потому я держу корешок из их, как бы, колена из их колена Мне приходилось часто бывать в них в гостях, они очень гостеприимны были И как мы молодые, нам было все интересно И часто мы обращались за советом к ним И они давали совет, совет словом, совет и жизнью Я, так что, больше меня знали Я думаю, что это брат, который сидит по правой сторону Это, я держу его дочку Это дочка Спасибо, держи хорошо Надо держать на руках, чтобы не забралось на спину Придешь, я покажу, как Я приветствую всех, я дочка Марии Кузьмановой А Уйко Павло, мой Шупарский Уйко мне А Уйна Женя, папкина двоюродная сестра Это мы два раза родина Спасибо, большая родина, есть куда разогнаться У нас много, у нас 8 детей всех, папки с мамой Они уже отдыхают Тут я лежу с 8 братом Ну, он дядомовский у нас А, еще нет Ну, так, слава Богу Хочу рассказать одну историю Ну, потому что тут все в Америке уже знают А эти дети американские, они это не знают Народилась Лариса Приходит Уйко Павло И что-то говорит с мамой А то, что мы дети, и хочется подслухать И он не мает, как сказать Кажет Мы такая пришла девчонка маленькая Нема, что не взуца, не чуй гич Бо я уже разъявила себя и слушаю Пошел он додому Я беру свои сашонки, такие маленькие, резиновые И несу туда Мама не знает ничего Тоже надо идти до дитини С чем-то что снести А я взяла эти свои сашонки Чтоб они не должны были метить Приходю А Надя, когда же на ногах Тут дитину маленькую таку Ну, сейчас уже она маленькая За мной тут рядом И вот так я, так, мне так запомнилось Что выкупало Ну, тут уже знают дети Что вот родили дитину А то, что ты не говорили так Вон пришел и говорит Мы такая маленькая пришла Я не маю, что взуца, ничего Вот это такая история была Ну, как Лида сказала Я тоже Мария Цутанова С другой стороны, я дедомовский Так уже как нету Куда ни крутив, все равно дедомовский У нас трой У нас шесть детей Три сына и две дочки И трое внуков Жена Алла Вот она, вторая Ая Всех, кто знает Алла Ивановна Трегубова Прошу любить с Аллой Ну, что еще Я тоже расскажу одну историю Баранюков-то все знают, да? Он там жил, там, это самое И через, идет через наш огород А там дед Шупацкий жил Кузьма Кузьма Якович И говорит Стой, кто идет Он говорит Я, Виталий Баранюк Володя Баранюка, сын Все отчитал, отрепортовал Он говорит Баранюки Все хорошие люди Ну, только они идут впереди Ну, так, как сейчас Уже нас Куда у нас здесь мало Куда ни крути Вокруг они Шупацкий Так что Шупацкий сейчас впереди Как вы не крутите Спасибо за внимание Саша, Саша Ну, скажи Ну, скажи Парк 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 Назовет Я хотел поделить тебя Еще здесь гости Жил Да, вот здесь Да Еще за столом Еще за столом А вот папа Скажет, кто там такая На его стезнаваться Давайте Все наши гости Усё раз по Брата Павла Или как Свата Павла Мы родина С усех сторон Там, скажем так Их старший Брат тримал мою сестру Мой старший брат Тримал Стрижані Двою родную Стрижані Первою жена Тримал Которой сейчас Побожа Была Вот такими Связаними Кругом Кругом С Шупальскими С Шупальскими Как же ты Я их знаю Конечно С детства Потому что Отец был Спожитником Там И Я в церкви Ходился Сон постоянно Я их знаю Честно Ну за всем Надо Я взял Я коротко Вспомню Вспомню про брата Ивана Нашого старшего Він ветеран войны Я часто З ним встречался Именно В агрономике А я Коли я ходил В школу У Корнешт В пятий класс Там была Постановка На октябрьские Праздники И военные Солдаты Там Кладли Свою Постановку Значит Она Назвалась Про войну Значит Дни идут Идут недели А войне Четвертый год Показал себе На деле Героический Наш народ Вот пришла Война Забота И Четыре Патриота Незаметно Стали в строй Раз Два Три Первый был Иван Иванович Второй Иван Степанович Третий Иван Ильич А четвертый Иван Кузьмич А брат Кажет Перепишите Перепишите И я Не успела Переписать Хорошо Приятно Окей Спасибо И так Я буду держать Микрофон У колонки И когда вы будете Говорить То все будут Слышать вас Дедушка с бабушкой И все присутствующие Вот А так же Всю нашу Фамилию Супарских И всех Наших Русских Других Других Бог Что мы Есть Что мы Верим В Него Имя Иисуса На всех Объединяет И всех Надежда Есть Быть Господом В Него Царстве Очень рады Сквозь видеть Вот через Видеокамеру И порадоваться Вместе с вами Так и мама Моя Улыбаетесь А там И вас Пасет Поздравляю Петя Венина Наталья И Дарина Спасибо 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 Я и Петя Мы вас всех Представляли Здесь И говорили О вас Вспоминали Так что А вот вы Теперь Воочию Да Спасибо Спасибо Что вы Вспоминали Наталья Мы вот Даже Проснулись Ради Этого События Конечно Конечно Петя А ну Троги Камеру Чтобы вас Побачить Вспоминали Вспоминали И бабушки И бабушки Дарины 50 на 50 Вот Ну Хорошо Спасибо Всех Видим вас И Вспоминали А Всем Семьдесят Ваш Новости Это Видишь 70 процентов Воспоминали Воспоминали Не хватает Ну Вот Ну Конечно, конечно, я уже почти на пути в гости к вам, да? До татой мамы, родственников, да. Да, к капитану, приезжайте. Не, а к шоу очень соскучились, приезжайте. Спасибо, спасибо за приглашение. Петя в курсе, я вошел на праздник. Скажи, Петя, ты в курсе, я вошел на праздник. Ну, осветите, знаешь, праздник свадьбы. Тешевый праздник. Первого декабря, 54 года, как же. Вот автор с мамой и вашей мужем яроса. Вот мы решили устроить сюрприз депешой. Ну, получился большой сюрприз. Да. Так, еще кто-то хочет поговорить с Петром Павловичем? Попреже так сделать. Обильных благословений. Петр Павлович? Петр Павлович? Петр Павлович? Петр Павлович? Петр Павлович. Петр Павлович. вот так вот коротенько знаю, что благодаря этой сильнейшей сегодня коммуникации, которая приносит пользу и вред. А знаете почему вред? Потому что сегодня молодые люди общаются на Фейсбуке, на Интернете. Живого общения нет. Там общаются, там ругаются, там мирятся. А вот такого живого общения очень мало. Я вот призываю к тому, чтобы пользуясь вот этой новейшей техникой, не забывайте жертву общительности. Как ты считаешь? Аминь, аминь. Горе, а вот, че-то. Все измышлены. Так что, давай. Нагаясь в коммуникации, я в Фейсбуке работаю на шупарске. Понимаю, чем я. Стыду не все, но все могут коммуникации, но и пользоваться, понимаете. Ну, я даже не знаю, что делал. Я тебе скажу, что очень сильный, да. Мне даже надо у него учиться. А уже имеем опыт, мы уже переговаривались с ним, да. Да, да. Да, да. Молодец. Я включал. Предлагаю тебе, Петя, вместе с вами спеть «Манит сердце мечтой». Давайте, все, кто на связи. Давайте. Сейчас споем «Манит сердце мечтой». Денис, Феня, Саша, Андрей, музыка. Ага. 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 Не знаю. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры подогнали Симон. 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 как любили, так нас вели Богу, учили любить Бога. Наверное, они своих деток, своих сыновей, своих дочерей тоже учили. Поэтому я вспоминаю свое детство, когда мы, я очень ярко помню, когда папа пришел с Армии, и помню, что он принес. Чемодан большой и фанерный ящик беленький, такой светленький. И у него были, что я запомню, конфетки, очень-очень вкусные конфетки. И еще одна, он говорила, это отрез на платье. Я даже запомнила, какого он цвета был. И мне это очень-очень запомнилось. Но время шло, время шло, и жизнь менялась. Бог так решил, что в нашей семью Бог забрал маму в ту небесную родину, когда бабушка, о чем бабушка нам рано сказала об этой стране. И так решилась наша судьба. Немного времени свистя, в наш дом пришла хорошая тетя. Мы ее называли мамой. Спасибо вам. И мы жили очень дружно. Очень дружно. Со временем у нас полный дом был, детворы. Очень весело было. Мы всегда старались рассказать разные шутки, разные новости. Очень дружно жили вот это помню. А я со временем стала замечать, ну, как детский ум, он всегда помнит, или это такое меня особо было. Я всегда прислушивалась к тем словам, которые бабушка пела из Псалмы, из Библии. И меня всегда интересовала, это небесная страна. И поскольку я подросла, мы ходили в собрания, у нас родители водили, нас учили петь, читать Библию, нам рассказывали истории с Библией. И вот, однажды, ездя дорогу ее с поля, это был четверг, когда у нас служение было, я говорю, папа, ой, мы так рано ставили работу, люди другие уберут, а мы должны идти служить бабу, должны в собрания идти. А папа говорит, да, Библия так говорит, что Богу надо служить. А я говорю, а как же, как это дальше будет, вот, как мы, как у нас хлеб будет, как одежда будет, если мы так рано работу оставляем. А папа говорит, Библии, много историй, которые, он подумал, потом он говорит, Библии, много историй, люди, которые доверялись Богу, Бог их не оставлял. А я так подумала по-детски и усынулась, а папа говорит, и я ему сказала, Бог, наверное, козину нам с хлебом будет подавать. А он подумал, подумал, улыбнулся, говорит, не знаю, козину или что другое, но я знаю, что Бог не оставит. Тот, кто уплывает и кто служит Ему. И этим я поняла на всю жизнь. И я уже подрастала, и я поняла, что Богу можно и нужно доверять. Я помню по бабушкиным песням, рассказам, и уже папа там научал. Вечерами мы пели песни еще с мамой. Мама была хорошей арт. И она учила нас. Я пробовала дисконтр. Ну, ну, мне важно всегда все было слушать слова, суть слов песни. Вот это меня интересовало всегда. И поэтому я папу спрашивала, как это может быть доверять Богу. Она говорит, это ты не беспокойся, Бог знает как. Ну, время шло, я вышла замуж, слава Богу, и было все прекрасно. Дальше женился брат. И я не буду вас долго задерживать, я буду кончать. Женился брат, его с Ларисой, Митя, и говорит, мы едем на заработки. Что мне печально стало. Ну, папа помолился с мамой на дорогу, и они уехали. По их словам они сказали, что я встретила холодную снежную ночь в Эстонии. Они в Эстонию ехали. Но Бог нам дорогу выслал бабушку одну, которая пригласила. Ну, они спросили, где можно поночевать. Бабушка говорит, заходите ко мне попить ночь. А я так подумала, а не та корзина благословений, о которой мы рассуждали дорогой. Да, я думаю, что Бог благословлял. Благословил их там, и скоро там жили еще два брата и сестра. И я благодарю Бога, чтобы Бог благословлял. И я по детским своим меркам думала, как папа с мамой нас поднимет на ноги. Но Бог благословлял. Я видела их на ноги, как они жили, слава Богу. И еще, когда идя дорогой с отцом там, по той дороге, когда я спрашивала у папы, если бы еще кто-то сказал тогда же, что Бог вас приведет еще в другую страну, где будет хлеб в достатке, может, и не все в достатке, но благословенный есть. Слава Богу. И я так подумала, не та корзина благословений, которую папа... Я говорила, что, наверное, Бог будет корзину напослать. Он всякими видами благословлял. Я очень благодарна родителям, бабушке, детушке, маме, папе, стороне, помогли сохранить нас веру на него и ему доверяться. И в нашей жизни я очень много видела, когда Бог помогал, когда я доверяла всему. Спасибо вам за внимание. Тетя Надя, спасибо большое. Спасибо.